Минувшая неделя в Ленинском городском округе прошла спокойно. Это отметили все руководители профильных управлений и организаций. По линии единой диспетчерской службы чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Продолжается подготовка к зимнему сезону. На сегодняшний день налажено порядка 70% линий теплосети. В сфере медицины тоже ведется плановая работа. Активно идет диспансеризация населения. Продолжаются выезды узкопрофильных специалистов. На этой неделе мобильные бригады проведут приемы в Измайловской и Володарской врачебных амбулаториях. На базе детской и взрослой поликлиниках в августе открываются кабинеты медико-социальной помощи и медико-психологического консультирования соответственно. Сообщаем о запуске полезного единого медицинского портала детства по ссылке детство.здрав.мусред.ру Силами сотрудников Дорсервиса на прошлой неделе производился ямочный ремонт. Отремонтировано более 200 выбоин. Идет благоустройство территории вблизи общеобразовательных учреждений по поручению главы. Завершить его планируется к 10 августа. Завтра у детей Ленинского городского округа начинается третья смена летней оздоровительной кампании. Заслушал Алексей Спасский доклад о достижениях спортсменов муниципалитета. Воспитывая спортивного клуба «Десант» Екатерина Шаркавина с Василией Колесник завоевали серебряную и бронзовую медаль на международном турнире по катам в городе Орле. Иван Гелев стал серебряным призером на дистанции 200 метров вольным стиле среди мужчин в финале Кубка России по плаванию в городе Казань. Фордрик Александр стал победительницей на пенсии России по тяжелой атлетике. Продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Эту работу активно ведет депутатский корпус и представители партии «Единая Россия». Наша фракция находится в зеленой зоне. По части работы в контексте специальной военной операции у нас фактически лидеровское место. На прошлой неделе также депутаты у нас организовали сбор гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Часть уже мы передали клубу солдатских жен и матерей. Также мы съездили в Белгород, были в Мариуполе. Был доставлен груз для мобилизованных из Ленинского городского округа. И также был груз для жителей новых регионов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил, август предстоит насыщенный, поэтому всем необходимо собраться, чтобы максимально продуктивно провести последний летний месяц. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. ДНТВ.